Здравствуй, милый ребёнок! Сейчас я расскажу тебе сказку про мальчика, у которого были чужие руки. Жил-был один мальчик. Звали его Вадимом, а папа с мамой звали его Вадик. Он был похож на всех других мальчиков во всём, кроме одного. Он не мог управлять своими руками. Его руки делали, что хотели. И в этом не было бы ничего страшного, если бы эти руки делали что-то хорошее. Но, к сожалению, руки Вадика делали только плохие вещи. В основном всё ломали и портили. Например, мама говорила Вадику, «Вадик, помой посуду!» Вадик очень хотел помочь маме. Он бежал на кухню, чтобы помыть посуду. А потом вдруг оказывалось, что грязная мыльная вода разлита по всей кухне. Посуда стоит на шкафах, на полу, под столом. А мама в ужасе смотрит на Вадика и на разгром, который он устроил. Или бывало ещё так. Купят родители Вадику новую вещь. Оставят Вадика одного с этой вещью. А через 10 минут обнаруживают, что вещь уже сломана. Вадик ухитрялся ломать даже те вещи, которые очень сложно сломать, даже если делать это специально. Поэтому у Вадика не было ни одной целой игрушки. Вся его одежда была рваная, так как родители не успевали покупать ему футболки и штаны. Родители постоянно ругали и даже наказывали Вадика за испорченные вещи. А Вадик плакал. Ведь он на самом деле ничего не хотел ломать. Оно просто так само собой получалось. И Вадик не понимал, почему так происходит. Из школы Вадика исключили через неделю после 1 сентября. За эту неделю Вадик успел сломать половину классных стульев, несколько парт. Оторвал от стены классную доску. И она теперь косо висела на одном гвозде. При этом Вадик снова не смог объяснить, почему это случилось. Он был убежден, что он этого не делал. Директор сказал маме Вадика. Возможно, что ваш сын очень умный, но он все ломает. Мы не можем допустить его в школу. Ведь он может захотеть сломать и кого-нибудь из детей. Вадик был очень расстроен. Он бы все отдал, чтобы прекратить ломать вещи. Но чтобы прекратить ломать, нужно понимать, почему так происходит. А Вадик не понимал. Все происходило, как во сне. Вот он держит новую вещь, А вот от нее уже остались одни обломки. Вадик сказал себе, Сейчас я сяду и буду сидеть и ничего не делать. Тогда я ничего не смогу сломать. Он сел в своей комнате на стул. Стул был металлический, без мягкой обивки. Так было потому, что все другие удобные стулья были давно уже сломаны. То же самое было с его кроватью и вообще со всеми другими вещами. Он давно сломал все, что могло ломаться. И остались только те вещи, которые нельзя было сломать без помощи мощных инструментов. Чтобы его руки ничего не ломали, Вадик вцепился в сиденье стула. Вадик смотрел на свои руки и ждал. Через несколько минут его руки начали двигаться сами по себе. Вадик попытался снова вцепиться в стул, Но руки не слушались его. Они вцепились в его футболку и начали теребить ее со все возрастающей силой. Вадик смотрел на них, Не в силах ни остановить, Ни схватить что-то другое. Его руки сами по себе продолжали разрывать его футболку. Вадику стало очень страшно. Он выскочил из комнаты и побежал к маме с криком. «Мама, у меня чужие руки. Они не слушаются меня и делают, что хотят». Мама очень встревожилась. Она сказала, «Вадик, так не бывает. Каждый человек может управлять своими руками. Если твои руки делают что-то плохое, То ты должен понять, почему так происходит, И исправить это». Тут мама увидела, Что новая футболка Вадика уже порвана. Она не рассердилась, Она к этому уже привыкла. Она просто сказала Вадику, Что он будет ходить в драной футболке, Потому что невозможно все время покупать ему новую одежду. Он должен научиться не портить вещи. Вадик был очень напуган тем, Что его руки живут своей жизнью, И он не может управлять ими. Еще ему было очень грустно от того, Что мама не верит ему, Не верит, что он совсем не хочет ломать вещи. Ему было непонятно, Что же теперь делать. Ясно, что родители ему не помогут. Вадик лег в постель, Накрылся с головы одеялом, Из прорех, в котором везде торчала вода, И стал тихо плакать. Кто-то тронул его за плечо. Вадик выглянул из-под одеяла, Думая, что это мама пришла его пожалеть. Но он увидел, Что возле его кровати Стоит высокая женщина в длинном платье. На голове у нее была Высокая остроконечная шляпа. Ты кто? Спросил Вадик сердито. Он подумал, Что это какая-то соседка Зашла к ним в гости И зачем ты зашла в его комнату. Я фея-педагогу, Соответила женщина. Ты ведь правда хочешь Перестать ломать вещи? Да. Вадик вылез из-под одеяла И встал возле кровати. Ты фея, И ты пришла, чтобы мне помочь? Я могу тебе помочь, Но это будет непросто. Идем, я покажу тебе, Почему у тебя чужие руки. Подойди к зеркалу. Вадик подошел к зеркалу. В зеркале отражался Заплаканный мальчик В рваной футболке, В штанах с надорванными карманами, С дырками на коленях И с неровной бахромой понизу. Руки Вадика сделали эту бахрому На новых джинсах Буквально через полчаса После того, Как он в первый раз их одел. Фея коснулась рукой Зеркальной поверхности. И Вадик с изумлением увидел, Что на загривке у его отражения Сидит маленький человечек, Карлик. У этого карлика Было тельце младенца С очень тонкими и маленькими ручками. А лицо было старче, И выражение на лице Было злобное, Скучающее и надменное. Вот, сказала фея-педагогус, Это безручка. Своими руками Он ничего делать не может, Потому что они у него Крохотные и слабые, Как у новорожденного младенца. Но зато он может Использовать твои руки. Он управляет твоими руками, И именно он делает все, Что ему заблагорассудится. А поскольку он совсем не добрый, То делать он хочет только то, Что приносит вред другим людям. И в первую очередь тебе, Вадик. Это он все ломает и делает так, Чтобы ты этого не замечал. То, что ты смог увидеть, Как твои руки двигаются сами по себе, Уже ослабило и отделило его от тебя. Поэтому у тебя появился шанс Избавиться от него. Вадик с ужасом и с интересом Разглядывал карлика. Откуда он взялся? И почему он сидит на моей шее? Спросил он у феи. Видишь ли, Не все души могут прожить полноценную жизнь. Некоторые из них получают Совсем короткий срок жизни. Они даже не успевают родиться. Обычно такие души Просто возвращаются К своему источнику, Чтобы потом родиться в другом месте. Но испорченные души Могут застревать здесь. Иногда они превращаются В таких без ручек или без ножек. И ищут себе, На ком бы им проехаться. И тьими руками или ногами попользоваться. А почему он сидит на мне? Почему он не нашел себе Другого мальчика, Настаивал Вадик. Потому что ты Жалеешь мерзавцев. Тебе их жалко, И ты прощаешь им Весь тот вред, Который они приносят миру, Строго сказала фея. Чтобы избавиться от него, Тебе нужно научиться Перестать его жалеть. Тебе нужно научиться Оценивать его поступки В соответствии с тем, Что он делает И какой вред причиняет. А чтобы тебе было проще Это сделать, Я могу взять тебя с собой Вновь такое место, Где тебе помогут избавиться От безручки. Вадик видел в зеркале, Как карлик на его шее Начал злиться, Слыша то, Что говорит фея-педагогус. Вадик вдруг почувствовал, Что его душат. Не бойся, Сказала фея, Чтобы кого-то задушить, Нужны руки. У него их нет, А твоими он не может Для этого воспользоваться. Ведь это все-таки Твои руки, А не его. А ты не хочешь себя душить. Ну что, Ты готов? Спросила фея-педагогус у Вадика. Если да, То давай мне руку. Вадик хотел протянуть фее руку, Но его рука Сама спряталась за спину. Фея засмеялась и сказала, Безручка, Прекрати хулиганить, А то мне придется Снять тебя с этого мальчика силой. Вадик почувствовал, Что снова владеет своей рукой. Он протянул руку феи, Она сжала его ладонь, И они полетели. Пока они летели, Вадик только успевал Смотреть по сторонам. Было очень интересно смотреть, Как вокруг них проносились облака. Под ними проносились поля, Реки, горы и моря. Наконец, Они стали снижаться, И Вадик разглядел внизу Под ними остров. Они приземлились На полоске песка Прямо возле моря. Вадик с восторгом огляделся. Остров выглядел загадочно, Недалеко от моря Начинался лес. Вадик увидел лодки, Сушившиеся на берегу. Несколько лодок Были перевернуты. И на одной из лодок Кто-то сидел. Фея-педагогу сказала, Это остров говорящих животных. Животные, которые здесь живут, Все умеют говорить. Тебе нужно познакомиться С некоторыми из них. Они помогут тебе Отделиться от безручки. И еще продолжала говорить фея. Здесь все будут видеть Твоего безручку. Они не перепутают, Что делаешь ты сам, А что делает он. Но он будет все время Пытаться прикинуться невиноватым. Кстати, ты тоже сможешь его видеть. Вадик подбежал к воде И взглянул на свое отражение. Волны искажали отражение, Но Вадик без труда Разглядел карлика, Сидящего у него на загривке. Из-за лодок выскочил заяц И поскакал к ним. А вот и заяц побегает, Сказала фея. Он будет сопровождать тебя На острове говорящих животных. Заяц подскакал к ним и сказал, Здравствуй, фея-педагогус. Он повернулся к Вадику. Здравствуй, мальчик. Я заяц-побегает. А как тебя зовут? Меня зовут Вадик, Сказал Вадик. Ему было интересно, Увидит ли заяц без ручку. Заяц перевел взгляд с Вадика на без ручку. Ну вот, еще один, Сказал он без особой радости в голосе. Фея, что с ним делать? Вадик должен научиться Не жалеть мерзавцев, Сказала фея-педагогус. Тогда без ручка не сможет на нем сидеть и управлять им. После этого отнесите его в царство потерянных душ. Там они позаботятся о нем. Ну все, до свидания, Сказала фея-педагогус Вадику. Я вернусь за тобой, Когда ты избавишься от без ручки. На острове говорящих животных Не только животные разговаривают. Вадик тут же узнал, Что его без ручка тоже обрел дар речи. Своими крохотными ручонками Он вцепился Вадику в волосы И запищал ему в ухо. Я есть хочу! Ты обязан кормить меня! Вадик растерялся. Карлик говорил тонким, высоким, Очень противным голосом. И Вадик вдруг вспомнил, Что мама всегда удивлялась тому, Как много ест Вадик, Но остается худеньким и щуплым. Вадик понял, Что сам он всегда ел мало, А всю его еду съедал без ручка. Вот и сейчас. Сам Вадик еще и не начинал думать о еде, Но карлик выкручивал ему уши И пытался выдрать ему волосы. К счастью, ручки у карлика Были совсем слабые, Поэтому было не больно. Вадик подумал, Что без ручки очень трудно живется, Ведь он такой слабенький. Заяц побегает, С интересом наблюдал за Вадиком. Потом сказал, Жалеешь его, значит? А он тебя жалеет? Спроси его, что он сделает, Если ты не дашь ему еды. Карлик на плечах у Вадика Принялся визгливо ругаться. При этом он бил Вадика по голове Изо всех своих малых сил. Вадик вдруг подумал, Что если карлик подрастет, То его удары станут очень болезненными, Так что это хорошо, Что он маленький и слабый. Заяц захихикал. Ты думаешь, Вадик, Что этот карлик твой друг? Только он тебе не друг. Он паразит, Который живет за твой счет. Если бы без ручка мог, Он съел бы тебя самого, А всю твою силу забрал себе. Вадику стало тревожно. Он почувствовал, Что начинает бояться без ручки. Ему стало страшно, Что без ручка вырастет На этом странном острове. И тогда Вадик Не сможет с ним справиться. Заяц сказал, Ты не того боишься, Вадик. Просто так, сам по себе, Без ручка вырасти не может. Если бы он вырос, Он стал бы обычной душой. И родился бы, Чтобы стать обычным ребенком. Он сможет вырасти только тогда, Когда ты спихнешь его с себя. Без ручка снова вцепился В волосы Вадику И стал требовать еды. Вадик спросил у зайца, А где все-таки достать ему еды? Мне его все равно жалко. Ладно, ответил заяц. Пошли к маме медведице. Она даст нам еду. И он поскакал вглубь леса. Вадик поспешил за ним. Хоть без ручка был слабым, Тем не менее, Голова у Вадика уже болела От его непрерывных ударов, А в ушах стоял звон Над его визгой и руганье. Они спешили по тропинке, Которая провела их через лес И вывела на хорошенькую полянку. На краю полянки Стояла деревянная хижина С соломенной крышей. Они подошли к хижине, И заяц постучал в дверь. Дверь им открыла Большая бурая медведица. Она увидала зайца, Посмотрела на Вадика. Было видно, что Вадик ей понравился. Потом она оглядела без ручку. Выражение на ее морде Стало менее приветливым. Тем не менее, Она пригласила их войти. Заяц рассказал маме медведице, В чем состоит их проблема. Медведица сказала, Сначала обед. Вам она обратилась к Вадику И к без ручки. Я положу в разные тарелки. Через несколько минут Медвежата, которые сидели На большой глиняной печи, Накрыли на стол. Они поставили для всех Глиняные миски, Положили деревянные ложки, Вытащили из печи Коровое хлеба И горшок каши. Тут Вадик с ужасом понял, Что без ручка Снова завладел его руками И тянется к общему горшку с кашей. Вадик знал, Что без ручка Хочет съесть всю кашу один. Он как мог боролся с без ручкой, Чтобы не дать ему напакостить. Но у него ничего не получалось. Тогда Вадик крикнул, Заяц, сделай что-нибудь. Я не могу управлять Своими руками. Если без ручка съест все один, То остальные останутся голодными. Вместо зайца Помогла мама медведица. Она сказала еще чего И стукнула без ручку По лбу деревянной ручкой. Деревянной ложкой. Без ручка тут же отпустил руки Вадика И стал громко хныкать о том, Какой он несчастный И как его никто не любит. И правда, подумал Вадик, Ведь он правда несчастный. И его правда никто не любит. Они сели за стол. Сначала Вадик покормил без ручку. Но когда он захотел поесть сам, То мог только смотреть, Как еда из его тарелки Отправляется в рот к карлику Его же собственными руками. Вадик вздохнул. Он снова остался голодным. Но сейчас он это ясно чувствовал И осознавал. И понимал, почему дома Он тоже всегда чувствовал себя голодным. Заяц сказал, Обращаясь к маме медведице, Ты видишь, мама медведица, Этот мальчик жалеет карлика, Хотя без ручка съел его обед, Все время пакостит И использует для этого Руки самого Вадика. Что делать? Если этого недостаточно, Чтобы Вадик перестал жалеть паразита, То что поможет? Кто из нас может помочь Снять этого карлика с его загривка? Мама медведица задумалась. Потом она сказала, Надо сходить к старой росомахе. Она всегда все знает. Пойдем, Сказал заяц Вадику. Это недалеко. Заяц побегает, Повел Вадика С сидящим у него на загривке Безручкой по тропинке, Убегавший от медвежьего домика В другую часть леса. Скоро они вышли на другую полянку, Посередине которой возвышался Песчаный холм. В склоне холма Была круглая деревянная дверь. Заяц подскочил к этой двери И постучал. Дверь открылась, И они вошли внутрь. Старая росомаха Встретила их, Сидя в своем ветхом, На удобном кресле. Вот, Сказал заяц росомахе, Это Вадик. А на шее у него сидит Безручка. Паразит, Который пользуется руками Вадика, Чтобы делать пакости И съедать всю его еду. Вадик жалеет безручку, И поэтому не может Его снять со своей шеи. Как ему помочь Избавиться от злобного карлика? Старая росомаха Долго разглядывала сквозь очки С треснувшим стеклом Вадика и безручку. Потом она сказала, Боюсь, что снять этого карлика Может только повелитель Потерянных душ. Он сможет забрать Этого карлика к себе. А там этот безручка Получит то наказание, Которого он достоин. Там же он сможет вырасти В настоящую душу. Заяц побегает, Сказал Бадику. Нам нужно идти На другую сторону Острова говорящих животных. Там в скале, Которую омывают морские волны, Есть пещера. Эта пещера Вход в царство потерянных душ. Там живут все души, Которые не выполнили Своё предназначение В этом мире. Там они работают Над ошибками, Которые сделали при жизни, Исправляют их в себе И меняются, Чтобы попробовать Ещё раз. Правит имя король, Которого они называют Повелителем потерянных душ. Нам нужно пойти туда, И повелитель потерянных душ Снимет с тебя безручку. А что он с ним сделает? Вадик был готов заплакать От жалости К беспомощному карлику. Да, конечно, Безручка причинил ему Много зла И совсем не принёс Никакого добра. Совсем ничем не помог. Но Вадик не был готов Отдать карлика Какому-то повелителю Потерянных душ. Вдруг этот повелитель Не будет кормить безручку. Сам Вадик уже успел забыть, Что сам он был голоден Из-за того, Что за обедом Безручка съел две порции И не оставил Вадику Ни кусочка. Старая росомаха И заяц-побегаяц Долго уговаривали Вадика, Объясняя, Что это единственный шанс Для Вадика Избавиться от безручки И начать жить нормальной жизнью. Вадик согласился Пойти к пещере. Он подумал, Что он посмотрит И там решит, Отдаст ли он безручку Этому повелителю Потерянных душ. Вскоре заяц Привел Вадика На берег моря, Но не там, Где он приземлился С феей-педагогус. Этот берег Был каменистый, Черные и серые скалы Вздымались из моря, Волны ударялись О скалы И разлетались С солеными брызгами. Вадику показалось, Что даже небо Здесь темнее, Чем было возле дома Мамы-медведицы И старой росомахи. Заяц осторожно Перепрыгивал С камня на камень. Вадик не менее Осторожно Пробирался за ним. Он вдруг подумал, Что если безручка Сейчас захочет Управлять его руками, То они оба Упадут в море И утонут. Но безручка Сидел тихо, Тоже испуганный. Заяц привел Вадика Ко входу в пещеру. Пол пещеры Находился под водой. Сама пещера Уходила глубоко Вглубь скалы. Заяц и Вадик Стояли на крохотном Каменном выступе При входе в пещеру. Как нам здесь найти Этого повелителя Потерянных душ? Тихо спросил Вадик. Там ведь вода, А я плавать не умею. Я тоже не умею Плавать, Сказал заяц. Но это и не надо. Мы находимся В прихожей Царства потерянных душ. Скоро К нам кто-нибудь Выйдет. Не успел он Это сказать. Как Вадик Почувствовал Удновение ветерка И увидел, Что перед ними В воздухе Повис призрак. Призрак Выглядел, Как мальчик Одного с Вадиком Возраста. Но сквозь него Можно было Видеть пещеру, Воду и всю Вокруг. Призрачный Мальчик Оглядел их И умчался в пещеру. Ну вот, Сказал заяц. Это был привратник. Он всегда Здесь дежурит На случай, Что кто-то Захочет увидеть Повелителя Потерянных душ. И он всегда Принимает облик Того, Кто сюда приходит. Ты видел, Что он стал Выглядеть, Как ты. Скоро К нам выйдет Сам повелитель Потерянных душ. Очень скоро Они увидели Высокого мужчину С длинной бородой. Его волосы Развивались За его спиной. На голове Была сверкающая корона С редкими зубьями, Украшенная кристаллами, Напоминающими Кусочки льда. Мужчина Шел по воде, Но при этом Он не становился Мокрым. Вадик Понял, Что это и есть Повелитель Потерянных душ. Король Подземного царства. Он подошел К ним И сказал Приветствую тебя Заяц Побегается. Давно Тебя не видел. А это Кто? Он повернулся К Вадику. Это Вадик. А у него На загривке Сидит Безручка, Ответил Заяц. Безручка Управляет Руками Вадика, Чтобы делать Всякие Пакости И все Разрушать. Безручка Сломал Все вещи В доме И испортил Всю одежду. Он Испортил Всю мебель В школе. Из-за этого Вадика Исключили Из школы. Безручка Съедает Всю еду, Которую Мама Дает Вадику. Поэтому Вадик Все время Ходит Голодный. Безручка Не сделал Никому Ничего Хорошего. Но Несмотря На все Это Вадик Жалеет Его И Поэтому Не может Его Снять Со Своей Шеи. Ну Этому Можно Помочь Сказал Повелитель Потерянных Душ Вадик Не может Перестать Жалеть Безручку Потому Что У него У самого В душе Не хватает Кусочка Этот Кусочек Отвечает За Способность Отличать Добро От зла Когда Такое Случается То Человек Жалеет Мерзавцев Даже Если Они Вредят Ему Самому И Его Близким Что Ж Делать Спросил Заяц Я Не могу Пригласить Вас Внутрь Царства Потерянных Душ Живые Не могут Войти Туда Но Я Могу Дать Вадику Подарок Повелитель Потерянных Душ Сунул Руку За Пазуху Потом Протянул Ее Вадику И Разжал Кулак На Ладони У него Был Маленький Сверкающий Кристалл Вадик Смотрел На Этот Кристалл Ему Казалось Что Повелитель Потерянных Душ Держит Небесную Звездочку На Возьми Сказал Вадику Король Вдруг Безручка Очень Заволновался Стал Громко Визжать И Ругаться Вадик Хотел Протянуть Руку Чтобы Взять Кристалл Но Не мог Потому Что Безручка Снова Овладел Его Руками Руки Вадика Начали Колотить Его По Голове При Этом Безручка Визжал Не Не смей Этого Брать Не Смей Вадик Растерялся Он Не Знал Что Ему Делать Но Тут Вдруг Повелитель Потерянных Душ Засмеялся Он Протянул Свободную Руку К Безручке И Двумя Пальцами Слегка Прижал Его Затылок Вадик Тут Ощутил Что Снова Владеет Своими Руками Он Схватил Кристалл С Ладони Повелителя Потерянных Душ Вадик С восторгом Смотрел На Сияющую Звездочку На Своей Ладони Думая Что Будет Когда Повелитель Потерянных Душ Отпустит Безручку Он Знал Что Карлик Испортит Сверкающий Кристалл Разобьет Его Или Выбросит В воду Вадику Захотелось Сохранить Звездочку В своей Груди Он Прижал Руку К кристаллам К своей Груди Страстно Желая Чтобы Этот Кристалл Остался С ним И Вдруг Звездочка Вошла В его Грудь И Там Растворилась Вадик Растерянно Смотрел На Свои Пустые Руки Все Хорошо Сказал Повелитель Потерянных Душ Теперь Эта Звездочка Стала Частью Твоей Души И Ты Теперь Сумеешь Различать Добро И Зло Вадик В это Время Прислушивался К тому Что Происходило У него Внутри А Там Что-то Происходило И Вдруг Вадик Почувствовал Что У него На Шее Сидит Отвратительный Злобный Урод Который Портит Всю Его Жизнь И Портит Жизнь Его Родителям И Вообще Всем Вокруг Вадик Поднял Руку И Схватил Безручку За Волосы Безручка Попытался Овладеть Руками Вадика Как он Это Делал Всегда Но У него Ничего Не Получилось Вадик Стащил Безручку Вниз На Камень Карлик Сидел На Камне И Громко Визжал И Ругался Раньше Вадик Не Обращал Внимания На Его Визги А Сейчас Он Услышал Что Карлик Ругает И Проклинает Его Вадику Стало Обидно Ведь Он Столько Лет Носил Его На Своими Руками Карлик Должен Быть Ему Благодарен А Он Не Только Неблагодарен Он Вадика Еще И Проклинает И Обвиняет Во Всех Своих Проблемах Вадик Поднял Голову И Посмотрел На Повелителя Потерянных Душ Простите Ваше Величество Этот Безручка Сам Не Знает Что Он Говорит Он Совсем Не Знает Что Так Благодарность Этот Безручка Не Знает Еще Много Других Вещей И Неблагодарность Это Не Единственная Его Проблема Ответил Повелитель Мы Возьмем Его С 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 Немедленно Подлетело Несколько Прозрачных Юношей И Девушек Они Подняли Безручку И Унесли Его С С С С С Вам Пора Сказал Повелитель Потерянных Душ Зайца И Вадику Скоро Вернется Фея Педагогус Вам Нужно Спешить На Берег Было Приятно Познакомиться Отдельно Обратился Он К Вадику Надеюсь Ты Сумеешь Правильно Распорядиться Своей Новой Способностью В Этом Мире Есть Очень Много Тех Кто Не вернулся к ним спиной и пошел вглубь пещеры. Заяц с Вадиком теперь уже без безручки поспешили прочь. Очень скоро они уже были на пляже, куда фея-педагогус принесла Вадика несколько часов назад. Впрочем, Вадик не был уверен, что это было именно несколько часов назад. Ему казалось, что прошло уже несколько лет. Они сели на теплом песке и стали ждать фею-педагогус. Скоро Заяц сказал, вот она, скоро будет здесь. Вадик увидел темное пятно, которое стремительно приближалось к ним. Вот уже он разглядел, что это летящая женщина. Женщина приземлилась на песке рядом с ними. Заяц побегает, тут же начал рассказывать ей, что у них здесь случилось и что они делали. Вот и отлично, сказал и фея-педагогус, когда Заяц кончил рассказывать. Спасибо повелителю, потерянных душ. А теперь она повернулась к Вадику. Тебе пора домой. Твои родители уже ищут тебя. Она взяла Вадика за руку, и они полетели. Когда Вадик оказался в своей комнате, он с интересом огляделся. Комната выглядела так, будто здесь было великое сражение, разгромное побоище между несколькими армиями. Все было поломано, стенки были запачканы краской, порванные обои висели клочьями, треснущее оконное стекло было заклеено изолентой. Комната была совсем не похожа на уютную детскую комнату. Но теперь Вадик знал, почему так произошло. Вадик побежал на кухню. Там он нашел маму, которая громко рыдала. Она думала, что Вадик убежал из дома, и что с ним могло случиться что-то плохое. Вадик подбежал к маме и обнял ее. Он сказал ей, мама, со мной случилось самое лучшее событие в моей жизни. Теперь я сам буду всегда управлять своими руками и никогда не буду ничего ломать. А сейчас помоги мне, пожалуйста, все починить в моей комнате. До вечера они все чинили. А когда вечером пришел с работы папа, то он помог им закончить ремонт. На следующий день они пошли в школу и починили там все, что перед этим поломал без ручка. Вадик был счастлив. Теперь он сможет ходить в школу, как все. Субтитры создавал DimaTorzok